друзья привет особо снимать нечего решила показать что сегодня купила ну и сколько вчера сделала в той комнате шпаклевала в общем стены немножко расскажу о опыте приобретения строительных материалов как нас можно сказать так вежливо обманывают с ценами но в общем обо всем по порядку только что пришла из магазина озон wildberries разгрузилась пусть а и зачем ты это делаешь стены дерет вот так вот обои клеить вот и давайте покажу что мы с анечкой приобрели а приобрели мы вот такую вот замечательную полочку в количестве пяти штук я себе три таки заказала анечка две штуки называется полка портрет фирму я сейчас вам показываю вот она стоит 1093 рубля покупала вайл борис есть они там различных ну в общем различных цветов и белое вот с таким коричневым и цветные белое с розовым и совсем белая то есть рамка белая вот это вот полочка такая же коричневая в общем разные на любой ваш вкус очень красиво будет смотреться на стене которую я выложу из кирпичика вот просто представьте как это будет красиво смотреться сейчас поставлю сюда цветочек заказала еще цветов в общем таких же искусственных там розы по моему еще какой-то цветок ну в общем заказала посмотрите как красиво это смотрится вы можете менять и цветы и всякие статуэтки сюда ставить сюда можно поставить часы ну в общем все что угодно можно ставить и ваш дом приобретет ну совершенно разные очертания так скажем на новый год можно что-то новогодние в остальное время года менять цветы кувшины и стаканы красивые чашки да все что угодно сюда можно поставить в общем я довольна этим приобретением можно в разбежку повесить можно по линии повесить эти полки в общем она называется полка портрет очень интересная задумка приобрела я вот такие кронштейны сейчас конечно же открою но просто посмотрите как хорошо запаковано очень классно но вот эти кронштейны дорогие я не помню тысяча чем-то две штуки но это будет просто сказка сейчас открою посмотрим посмотрите вот такая красота красивая можно по-разному прикрепить полку сюда во первых здесь разная длина одна длина 30 сантиметров 2 скорее всего 20 то есть можно полку повесить давайте сейчас я вот так вот вот этой стороной то есть здесь у вас вверху полка будет 20 сантиметров если хотите полку по шире здесь 30 сантиметров вы можно конечно же прикрепить вот так ой я прям вся в предвкушении очень хочется скорее сделать хотя бы одну стену ну и украсить эту стену вот этими красивыми полками здорово думаю что я еще куплю такую парочку чтобы полки были разных размеров кстати лежала вот такой пост благодарим за покупку очень приятно вот мелочи приятно и здесь приведены ну товары которыми они торгуют вот такие кованые картины вот кованая небольшая вешалочка для ключей ну ключницы так скажем вот такие у них тоже полочки есть кстати волдырь из вот эту полку я видела вот такой держатель для туалетной бумаги посмотрите с цветком как же это красиво освежает комнату в общем друзья конечно дорого но я хочу сказать довольная покупкой этой будем ждать красоту уже на стене друзья пошла за очередной своей покупкой зашла на кухню а здесь такие запахи анечка вот жарит курицу с чесночком танечка спасибо тебе за чеснок это танечка которая приезжала ко мне в гости дом хотела купить здесь конечно домашний чеснок есть домашний чеснок ой мы здесь прям ароматы ловим в духовке там с помидорами в общем запекается картошка да тоже с перчиком еще что-то там нет это картошка такая большая прям в кожуре дай в общем у нас оставались помидоры черри у шуры покупали тоже и вот картошечка ой какая же вкуснятина это будет вот пока я ходила в магазин анечка здесь у хаварит съемки потекут ну и вот еще одна покупка такой же комплект белья как я вам уже показывала подушки вот покрывал алешек не привез катет шторы значит сидушки заказала я такое же постельное белье друзья открывать не буду но в этом постельном белье во первых натяжная простынь которую я просто обожаю ну вот так вот он выглядит этот комплект и я хочу сказать это будет очень хороший подарок если кто сейчас заморачивается на тему подарков на новый год то это очень хороший вариант 2800 рублей перкаль почитала отзывы и все пишут что комплект просто отличнейший вот не знаю что это это скорее всего наволочки в общем заказала себе такую красоту ну а теперь давайте расскажу очередной своей идеи вчера мы купили вот такое вино но мне даже не столько вино нужно было сколько вот здесь широкое горлышко и вот эта красивая бутылка не знаю даже буду я это убирать или может быть оставить вот так как есть бутылка вина хочу еще в магазине фикс прайс купить вот эти деревянные коробочки и изготовить еще один светильник даже не один а парочку кто только что зашел на канал я говорю вот об этих ящичках для вина я их называю купленных фикс прайсе из которых я придумала сделать вот такой светильник вы мне там писали стоит ли покупать от тепла отклеится там что-то испортится друзья ничего здесь не отклеится здесь клея вообще в этом ящике нет это чистое дерево здесь собирается все вот на пазах вот вы их видите просто как конструктор и это чистое дерево тоненькая вот такая штука вырезана из дерево поэтому здесь ничего не отклеится вот вы видите внизу просто пазы и вот я хочу сделать еще светильник из бутылки на днях заказала я патроны специально патроны е27 по моему и для того чтобы они входили вот сюда вот в эту вот в это горлышко не знаю какая сейчас лампа может быть не войдет но посмотрим вот задумка такая что опускается лампа в бутылку естественно покупается специальный про провод и все это включает будет включаться в розетку и вот бутылка поставлю эту бутылку вот в этот ящик для вина из фикс прайса и получится у меня очередной просто шедевральный светильник конечно же можно это все убрать можно сюда приклеить кружево сделать украсить как-то бутылку и тогда это будет совершенно по-другому смотреться в общем друзья очень много всяких вариантов фантазируйте и будет у вас красота красивая кстати вот эти патрончики 116 рублей на озоне покупала их две штуки вот 116 рублей ну а теперь покажу отчет о проделанной работе вот сейчас вот так выглядит эта комната вчера я ее шпаклевала дешевой шпаклевкой ну просто уже куплено как бы и нужно было это израсходовать и естественно сэкономить денежку эту шпаклевку я уже даже это не шпаклевка эта штукатурка спасибо вам за комментарии которые вы мне написали у меня на канале очень много оказывается строителей и вы дали мне недельные советы значит вот эту штукатурку не шпаклевку штукатурку лёшек покупал у нас чеплыгине 400 рублей по моему 30 килограммовый мешок ну вообще-то сюда она подходит почему потому что здесь как вы помните я использовала я лёшек тот гипсокартон который был был то есть где мы стену разбирали мы это не выбросили а вот сюда все это частями использовали конечно он был в ненадлежащем состоянии и его нужно было заштукатурить потому что здесь много швов в общем использовать поэтому эта штукатурка сюда пошла на ура кстати покажу вам терку которой я шлифую стены вот здесь вот вот такая сеточка у меня этих сеток достаточно в наличии ее можно менять вот откручиваются здесь вот эти барашки и меняется сеточка и вот так вот все это хорошо шлифуется зачищается вот значит на той стене я не буду делать эти кирпичики там будет стоять шкаф ну на глубину шкафа я тоже конечно же вот эти стены кирпичами не буду делать сделаю только то что ну так скажем видимая часть сэкономлю на кирпичиках и на своем времени на своем труде но загрунтовать конечно же мне придется вот еще потолок мне нужно доделать вот там вы видите гипсокартон но вот эту часть я уже сделаю совершенно другой не штукатуркой а шпаклевкой шпаклевка или шпаклевка как правильно она называется короче вот такие дела ну а теперь давайте к самому интересному как я выбирала то что вы мне посоветовали и где и что как я покупала вот я сейчас показываю вам вот эту штукатурку юнис это вот то чем я делала комнату но она не подойдет дальше на стены те стены из нового гипсокартона и там нужна шпаклевка уже финишная совершенно другая это мне посоветовала моя подписчица уже не помню она написала что у нее 40 лет стажа и вот лучше сделать так вот посмотрите это стена ровная здесь новый гипсокартон здесь ничего нет бэушного нанесла я вот эту самоклеющуюся серпянку на шов стыковка один лист с другим также эту серпянку нанесла вот в углы и вот эти швы нужно обработать в общем сейчас покажу чем нужно обработать потому что с памятью плохо вот это дорогущая шпаклевка для стыковки швов кнауф фуген друзья я хочу сказать что сейчас я перевернусь для вас чтобы вы прочитали как всегда пакет стоит вверх ногами хочу сказать что вот эта шпаклевка на озоне стоит около 900 рублей 10 килограмм в москве я ее нашла за 519 рублей тот же пакетик но уже готова была покупать на озоне даже за 800 там очень не скидку дали 140 рублей за 800 рублей чуть не купила но когда увидела время доставки 19 декабря я решила что это не не дело мне до 19 декабря двадцатого лёшек приезжает мне нужно подготовить хотя бы стены чтобы можно было делать пол поэтому я отказалась от этого варианта и стала искать ее у нас в городе и я ее нашла нашла в кривополянье вот этот магазин строй или двор или дом я вот их путаю где они окна заказывала друзья 262 рубля стоит вот этот пакетик 10 килограмм можете себе представить вот так вот нас дурят 900 рублей 500 рублей и вот пакетик 262 рубля это это пакет продает магазин естественно он имеет какую-то выгоду для себя я просто к чему хочу сказать дорогие наши бизнесмены сколько же вам нужно неужели вот сколько концов вы продаете свою продукцию вот по такой цене ну какая-то совесть должна же быть или у вас ее нет так теперь идем дальше значит вот этим фуде нам я заделаю швы она очень тягучая такая тянучая а вот это дорогущая это я уже буду это финишная неужели неужели все правильно стоит вот витамид лр плюс финишная шпаклевка вот здесь 20 килограмм мне как раз хватит на кухню вот это стоит 780 рублей короче вот этот пакет и вот этот пакет я заплатила 1035 рублей а так бы я отдала только за этот пакетик 800 рублей так что вот так возмущена до предела еще хочу рассказать ситуацию сейчас перейдем а то есть сижу неудобно перейдем в более удобное место и расскажу одну ситуацию давайте смотреть на красивые вещи а я буду рассказывать это все про тоже свое возмущение как нас обманывают продавцы значит в строительном магазине недалеко от нашего дома мы заказывали гипсокартон и когда мы с анечкой туда зашли лишь еще у нас не было был в москве я спросила цену на гипсокартон обычный 09 мне назвали цену 303 рубля по моему и аня спросила про такой же гипсокартон но уже влагостойкий она хочет этим гипсокартоном заделать у себя пол уложить чтобы не снимать пол но выровнять его и на этот пол потом уже там либо ламинать либо плитку но она хочет плитку почему влагостойкий друзья ей объявили причем сразу не сказали через какое-то время в общем она оставила номер телефона ей перезвонили и насчитали ей более 16000 это без доставки без подъема но доставка здесь дешевая 200 рублей всего но подъем дорогой больше тысячи будет подъем лифта нет третий этаж ей насчитали 16000 то есть по 850 рублей за лист ей нужно что-то там около 19 листов или 17 но что-то такое в общем 16000 когда приехал к нам лёша и пошел покупать гипсокартон вот которым мы стены делали он спросил у продавца про этот же гипсокартон который хочет аня но влагостойкий друзья не падайте 450 рублей можете себе представить 850 рублей за лист и 450 рублей за лист а в чем разница а я вам расскажу в чем разница значит лёша пошел в рабочей одежде и они приняли его за местного вот для местных вот такая цена у меня уже знаете такое чувство может быть мне вообще как-то переодеться в другую одежду я не знаю но вот куда бы мы не пошли здесь в магазин везде нас видят что мы не местные и продают по цене ну завышенной так скажем вот так что очень обидно досадно ладно как говорится вот так вот живем город мне очень нравится я до сих пор не устану говорить что мне нравится мой дом мне нравится город мне нравится парки мне нравится свежий воздух не знаю что будет летом с этим крахмальным заводом мне нравятся люди на улице коты всегда здороваются всегда приветливые в общем это мне все нравится но то что творится в магазинах вы меня простите вот уже начинают меня узнавать здесь если где-то вот ходила кухню заказывать и мне уже говорят а у вас канал youtube не знаю как они откуда они узнают но уже стала я здесь узнаваемо так что это вот прелесть всех маленьких городов прелесть в кавычках если честно я не хочу чтобы меня узнавали но видимо здесь никуда не денешься видимо здесь будет как-то так так что дорогие рекламодатели в городе чиплыгин делайте свою работу хорошо я имею ввиду рекламодатели это те кто рекламирует свой товар в магазинах продавцы так скажем потому что youtube канал это палка о двух концах я же не промолчу и буду все рассказывать правдиво поэтому давайте жить дружно но вот мои хорошие на этой ноте время без десяти четыре я еще можно сказать не завтракала не обедала целый день провела в поиске кухни вот опять жду результат вроде бы ты заказала мне должны объявить цену если меня устроит значит буду заказывать другую кухню да про палец друзья палец у меня зажил можно сказать очень хорошо затянулась безо всяких мазей я уже хотела идти покупать что-то вы мне там ссылка серил советовали еще что-то и все записывала конспектировала очень приятно друзья спасибо за вашу заботу но на второй день когда все это меняла на пальцы в общем перевязку делала увидела что все хорошо затянулась удивительно просто очень глубокий порез был но все хорошо затянулось просто так можно сказать перекись водорода обработала и все как же мне нравится это лампа все мои хорошие на этом буду заканчивать я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока